Всем привет! Это неделя спорта и с вами ее ведущая Яна Зиновьева. Сегодня я и мои коллеги расскажем вам о самом интересном из мирового и студенческого спорта. Сегодня в программе. Обзор матчей Казанского Акбарса и Рубина. Казанская волейбольная лига. КФУ Книтукахты. Старт спорткиады студентов и аспирантов КФУ. Первый вид. Волейбол. Матч звезд. Мини-футбол. Сборная юридического факультета против выпускников и преподавателей. Начинаем, как всегда, с обзора матчей Акбарса и Рубина. Наш обозреватель Амир Сабиров всю неделю наблюдал за этими командами и прямо сейчас готов рассказать о ходе каждой их встречи. Всем привет! Сегодня в обзоре, как обычно, я, Амир Сабиров, расскажу тебе об Акбарсе и Рубине. Начнем по традиции с хоккея. 23 ноября Барсы у себя на Татнефть-арене принимали Рижское Динамо. Это было второе противостояние между командами за две недели, поэтому рижане были готовы взять реванш. Счет был открыт на 16-й минуте. Гинцмея в большинстве добил шайбу с пятака. В середине второго периода хозяева сравняли. С передач Кирилла Петрова и Даниил Тарасова отличился Джордан Уилл. Вторая тройка нападения казанцев разыграла красивую комбинацию. 47-я минута завершилась ошибкой защитника Акбарса Кирилла Адамчука и шайбой Лауриса Дарзинша. Нападающий быстро воспользовался предоставленным шансом. 2-1. С 12-й по 15-ю минуту третьего периода хозяева смогли сравнять счет и выйти вперед. Сначала Тарасов попал в девятку после паса от Уилла. Следом отличился Данис Зарипов. 25-й номер выиграл единоборство на пятаке и забил гол в падении. Ну а точку в матче броском из-за ворот поставил Дмитрий Воронков. 4-2 волевая победа Акбарса. Через день, уже 25 ноября, Казанский Акбарс выдал огненный матч против питерского «Сканут» от «Нефтьарени». Подопечным Дмитрия Квартального пришлось отыгрываться с крупного счета по ходу матча. Посмотрим, как им это удалось. В первом периоде счет открыл Андрей Кузьменко с передач Антона Бурдасова и Йонаса Кимпайнина. Молодой нападающий здорово обыграл защитников и поразил ворота Тимура Белялова. На седьмой минуте второго периода Бурдасов удвоил преимущество в большинстве. В ассистентах Кузьменко и Никита Гусев. А на пятнадцатый Мэтт Робинсон довел счет до крупного. 0-3. Акбарс смог собраться. И уже через минуту Никита Дыняк с передач Дмитрия Воронкова и Даниила Журавлева положил начало камбэку и сократил разрыв счета. За две с половиной минуты до конца второго отрезка Стивен Кемпфер забросил вторую шайбу для своей команды. В третьем периоде Барсы сравняли. Пятая минута и Джордан Уилл после прохода на ворота и паса от Дмитрия Юдина делает счет 3-3. В овертайме сыграло индивидуальное мастерство Никиты Гусева, который точным броском принес победу своей команде. 4-3. 28 ноября в Нижнекамске состоялась татарстанская дерби. Акбарс против Нефтехимика. И третий матч подряд Акбарс вынужден отыгрываться по ходу матча. Нефтехимик дважды реализовал большинство. В первом периоде забил Егор Попов с передачи Локоша Клока. А во втором Тимур Хафизов с пятака делает счет 2-0 и ставит Акбарс в совсем неудобное положение. Но казанцы не сдались и в третьем периоде совершили очередной камбэк. В первой шайбе на восьмой минуте поучаствовал Даниил Тарасов с передачи Дмитрия Юдина и Джордана Уилла. А за секунду до сирены Кирилл Петров спас команду от поражения. 2-2. Дело дошло до овертайма, а затем и до булитов, в которых сильнее оказался Акбарс. Победный бросок на счету Уилла. 3-2. Казанцы вырывают победу в дерби. А хоккей на этом все. На очереди Его Величество футбол. Рубин у себя на поле принимал московское Динамо. Команды забили 5 мячей на двоих. Смотрим. На 18-й минуте нападающий москвичей Денис Макаров огорчил бывший клуб своим сольным проходом и голом ворота Юрия Дюпина. 1-0. На 30-й минуте Салтмурат Бакаев принял передачу от Хвичи, обработал мяч и сравнял счет точным ударом в дальний угол. 1-1. По второму тайме на 49-й минуте судья назначил пенальти в ворота гостей за нарушение штрафной площади. И Андерс Дрейер уверенно реализовал удар с точки. 2-1. 66-я минута закончилась пенальти уже в ворота Рубина, но Никола Мора промахнулся с точки. 2 минуты спустя Динамо все-таки забивает. Фабиан Вольбуина головой поразил ворота казанцев. 2-2. В концовке Динамовцы дожали подопечных Леонида Слуцкого. На 85-й Себастьян Шиманский воспользовался очередной ошибкой защитника Рубина и поставил точку в матче. 3-2 победа Динамо в Казани. На этом у меня все. Вот такая неделя получилась у Акбарса и Рубина. С вами была Амир Сабиров. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Динамо в Книту удалось навязать борьбу и забрать победу. 2-1. Однако четвертая партия осталась за хозяйками. 3-1. Победа КФУ. После девушек на площадку выходят мужские команды. Первая партия выдалась достаточно напряженной для обеих команд. Несмотря на ошибки, парни из КФУ все-таки смогли взять победу в первом отрезке. Во второй партии сборная Книту смогла дожать и выигрывать с небольшим отрывом. КФУ явно не ожидали такого развития событий. В третьем отрезке игры федералы вырываются вперед со значительным отрывом. 25-13. В четвертой партии команды шли бок о бок. Но в конечном итоге федералы одерживают верх над сборной Книту со счетом 26-24. Продолжаем о волейболе. С 26 по 28 ноября все институты Казанского Федерального Университета дали старт спартакиады студентов и аспирантов с данного вида спорта. В финал смогли пробиться команды Елабужского института и Институт международных отношений. На протяжении всего турнира сборная ему легко проходила своих соперников. Однако волейболисты из Елабуги смогли дать бой международникам. Первая партия остается за Елабугой. Во второй партии сборная ему до конца дожимала своего соперника. Однако сборная Елабужского института с заключительной подачей провела лучше. Гости из Закамья делают счет 25-23. И забирают чемпионский титул в данном виде спартакиады второй раз подряд. Третье место себе забрала команда набережной Челнинского института. В матче против института филологии и межкультурной коммуникации челнинцы без проблем обыграли своего соперника. 15-5 и 15-6. Продолжаем говорить о волейболе и спартакиаде студентов и аспирантов КФУ. Сегодня с нами в студии начальник отдела организации физкультурно-массовой и спортивной работы Алексей Николаевич Ливанов. Алексей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Прежде чем перейдем к нашим темам, хотелось бы немного поговорить о другом. На этой неделе мы хотели рассказать нашим зрителям про спартакиаду по шахматам и самбо, но организация решила не следовать положению. Как вы думаете, нормально это или нет? С одной стороны, это все-таки, наверное, не совсем правильно, так как положение прописано заранее и указаны временные отрезки, в которых проводятся соревнования и церемонии награждения. Я, наверное, не буду комментировать данный момент. Да, это для спортсменов, наверное, также играет ключевое значение для подготовки и выступления. Но, наверное, у организаторов были свои причины для того, чтобы как-то скорректировать время и провести соревнования по данным видам в более быстром формате. Наверное, этого упущения, но, надеемся, в будущем этого не произойдет, то, что проводящие организации не вывестили информацию о том, что есть корректировка по времени, и болельщики или представители средств массовой информации не смогли присутствовать на церемонии награждения в указанные сроки. Думаю, в будущем организаторы учтут эти моменты и будем участвовать и будем ориентироваться на положение, которое вывешивается, и которое используется для работы командами вузов. Теперь к нашим темам. Первый вид спорта-киады аспирантов и студентов КФУ завершен. Это был волейбол. Как вам? Как организаторы мы долго думали проводить или не проводить в связи с сложившейся ситуацией, но благо у нас получилось, и мы стартовали с игрового вида. Игровой вид для организации довольно-таки тяжелый, и мы столкнулись с некоторыми трудностями по проведению в спортивных залах, но в любом случае и руководство дирекции социально-спортивных объектов КФУ и общего университета кафедры, и департамент по молодежи политики нашли выход, и пройдя небольшие трудности, смогли все-таки провести на качественном уровне соревнования. Это первый вид в этом году в этой спорта-киаде соревнований по волейболу. То, что касается итогов, ну, наверное, здесь можно отметить выступление Елабужского института, команды. Они подтвердили в этом году звание чемпиона, как и в прошлом году. Все знают, что добиться первого места довольно-таки легче, чем сохранить его. Поэтому поздравляем команду Елабужского института, то, что они второй год подряд завоевали кубок. Из других команд, наверное, можно отметить институт международных отношений, которые в этом году дошли до финала и поборолись за первое место, но не смогли. Из небольших сюрпризов, наверное, лично от себя выделю попадание команды института филологии и межкультурной коммуникации в число финалистов. То есть они заняли достойное четвертое место. Поздравляю команду. Надеемся, они будут дальше двигаться и удивлять всех нас. Ну и продолжаем дальше. У нас впереди соревнования по волейболу среди женских команд. Надеемся, что все команды смогут принять участие и покажут красивый волейбол. Будем болеть за наши любимые команды. А кто из сборных вас больше всего разочаровал? Ну, разочаровать, наверное, не буду так говорить. Немножко с огорчением можно сказать, что у нас есть две команды, которые не смогли принять участие. Наверное, у них были объективные причины. Наверное, скажу, что именно этот момент меня больше огорчил, чем слово для команды применю, слово разочаровать. Поэтому для нас праздник, когда все команды выступают, борются за первое место и покажут красивый волейбол. Какие виды еще будут на спартакиаде? В этом году в спартакиаде у нас запланировано небольшое расширение. До Нового года у нас пройдут соревнования на этой неделе по волейболу среди женских команд. Через неделю мы проведем соревнования по шахматному настольному теннису. Но то, что касается следующего семестра, у нас запланировано в рамках спартакиады соревнования по лыжным гонкам. В этом году мы продолжаем этот вид соревнований по армрестингу, баскетболу мужскому и женскому, гиревому спорту, подбентону, мини-футболу среди мужских команд, легкотеческая эстафета. И мы возвращаем в этом году соревнования по туризму, выездное. И этим видом планируем завершить спартакиаду на базе спортивно-здоровительного лагеря Дубровушка. Спасибо вам большое за ваши ответы, что посетили нас. Напоминаю, что сегодня в студии у нас был Алексей Николаевич Ливанов. Спасибо вам большое. Спасибо вам за приглашение. Теперь о мини-футболе. Пока мы все в ожидании полуфинальных встреч Кубка Университета 2021, юридический факультет провел матч звезд. На паркете спорткомплекса «Бустан» нынешняя сборная юрфака встретилась с выпускниками и преподавателями данного факультета. Мяч вели игру выпускники и уже сразу начали показывать свое преимущество. Они резво шли в отбор и на перехваты. У сборной мяч в основном находился около своих ворот, что затрудняло точно отправлять мяч вперед. Выпускники задают жару молодым, совершают много опасных моментов. По итогу первого тайма выпускники делают счет 3-0. Во втором тайме студенты юрфака оживились. Выпускники продолжали дальше играть в свою игру, активно прессингуя соперников. Радик Шахлисламов делает счет на табло 4-0. До конца матча сборная юридического факультета смогла отличиться только дважды, благодаря галам Данила Тукташева. Матч завершается со счетом 4-2. Выпускники и преподаватели дали хороший урок для студентов. А Радик Шахлисламов смог реализовать хитрик. Регулярно проводятся такие игры. Я, когда был еще и аспирантом, и студентом, тоже в них принимал участие. На моей памяти, больше уже 5-10 лет, это стала добрая традиция, то есть встречаться с выпускниками юридического факультета и студентом. У нас даже один преподатель юридического факультета так и говорит, что юридический факультет – это спортивный факультет с правовым уклоном. То есть это в крови нас заниматься спортом. Тем более сейчас такое непростое время. Поэтому, я думаю, все получили удовольствие. Надеюсь, всем понравилось. И еще немного о мини-футболе. Ставим себе отметку на 12 декабря. Именно в этот день состоятся полуфинальные встречи Кубка Университета. В 13.45 на паркете спорткомплекса «Бустан» встречаются сборные Елабужского института и Института международных отношений. А в 15.05 вторую путевку в финал разыграют между собой сборные Института управления экономики и финансов и набережные Челнинского института. Оба матча будут показаны в прямом эфире. Обязательно подключаемся и болеем за свое любимое. Всем спасибо за внимание. Это была программа «Неделя спорта». До новых встреч.